Здравствуйте! Вас приветствует питомник Марина Стик. Мы хотим представить вам очень интересный вид гигантской африканской сухопутной улитки архаохотины маркинаты сатуралиса. Эта улитка интересна тем, что выделяет очень мало слизи. Поэтому террариум у вас всегда будет чистый и аккуратный. Эта улиточка становится половозрелой после полутора лет и несет всего лишь 5-6 крупных яиц, размером почти с перепелиные. Вот такие яйца. Поэтому у вас никогда не будет перенаселения в вашем террариуме. Потом из этих яичек вылупляются вот такие малыши, впоследствии которые достигают размера по раковине 15-18 см. Цвета тела есть разные. Белые, голубые, белые с темными рожками и розовой полосочкой посередине, а также темные. Шоколадные, кофейные, кремовые. Кончик раковины у этой улиточки, хвостик, который называется апекс, розовой или малиновой, так же как колумела внутренняя часть раковины. Очень красивый и яркий. Хвостик самого тела ноги напоминает по форме хвостик крокодила. Очень интересный рельефный рисунок ноги и тела. Придает особую красоту этому виду улитки. Живут гигантские африканские улитки при правильном уходе до 10 лет и не составляют особых трудностей в уходе и содержании. На одну улиточку достаточно террариума объемом 10 литров, который занимает немного места. Но лучше, конечно, объем террариума 20-30. Тогда улиточка вырастает крупнее и комфортнее себя чувствует. Вместо террариума можно использовать либо пластиковые контейнеры, либо аквариумы из-под рыбок. Возможно, даже которые потекли и уже не могут использоваться в аквариумистике. На дно террариума ложится грунт, либо кокосовый субстрат мелкой фракции, либо торф нейтрализованный верховой с определенным pH кислотностью. По бокам желательно положить мох. Улиточка любит в нем прятаться, строить в нем домики, а также откладывать свои кладочки. Мох также является антисептиком и создает определенную влажность в террариуме, в котором нуждается улиточка охотина. Улиточка охотина тропическая, поэтому ей нужна повышенная влажность 70-90, которая достигается путем опрыскивания из пульверизатора раз в сутки. Террариума, стеночек его, создающих определенную опрелость, как бы испаринку. Вот так должен выглядеть террариум при нормальной влажности в нем. Эту водичку улиточка пьет и в особом отдельном купании не нуждается. По середине террариума надо поставить маленькую пластиковую крышечку, на которую будет ложиться еда для улиточки. Это любые овощи и фрукты, кроме цитрусовых, на которые надо посыпать зерно смесь. Для хорошего роста улитки необходим белок и кальций. Архаохатином желательно добавлять гомарос и дафнию. При правильном уходе у вас вырастет вот такой красивый большой улит. Который будет радовать вас долгие годы и не создавать особых трудностей в уходе. Взрослую улиточку можно больше чем на неделю оставить дома одну. Кормить не обязательно каждый день. А малышей, которые растут и нуждаются в постоянном, полноценном, сбалансированном питании, конечно, надо кормить каждый день. И самое главное не забывать про влажный. Приезжайте, выбирайте себе очень неприхотливого, красивого, спокойного питомца, который не вызывает аллергии, не доставляет никаких хлопот, не шумит, не пахнет. Ничего не грызет в доме, никуда не убегает. Террариумы по размеру, как видите, небольшие и всегда в доме найдется место для небольшого террариума, в котором будет жить вот такое замечательное домашнее животное. Ждем вас в Санкт-Петербург. Звоните и приезжайте выбирать себе замечательного питомца. Продолжение следует...